Здравствуйте, приветствую коллеги. Ну что ж, сегодня у нас такая тема, как музыкотерапия, и мы будем говорить, как она может помогать в сенсорном развитии детей. Для начала у меня к вам вопрос, пожалуйста. Напишите в чате, есть ли у вас опыт работы с музыкотерапией? У кого есть опыт, поставьте единички. У кого нет такого опыта, двоечки, пожалуйста. Так, разделилась вроде бы поровну. Хорошо. Ну что ж, музыкотерапия имеет довольно древнюю историю. И она использовалась еще в древнем реке Египте. В старинных письменах мы видим, что музыка это не только было инструмент для того, чтобы наслаждаться, утешаться, а было как раз-таки инструментом исцеления. И даже говорили, что та музыка, которая служит наслаждением, развращает душу и не лечит. Вот даже было такое предположение. Иногда, как-то раз, стоя вот у кассы, когда покупали билет на концерт в филармонию, женщина говорила, ой, мне, пожалуйста, а не осталось ли у вас билета от Моцарта на Моцарта? Мне его доктор порекомендовал, у меня сердце лучше работает, когда я слушаю его музыку. Музыку Моцарта считают всегда одним из наиболее полезных для восстановления сердечного ритма. Каким-то образом его музыка передает именно такие чувства, такие эмоции. Как это работает? Это работает по-разному. Мы сейчас будем смотреть и знакомиться с этим. В России тоже есть своя история музыкотерапии. Его начинал Бехтерев, развивали уже Гелировский. В 1937 году уже на его основе была создана лечебно-логопедическая ритмика для заикающихся детей. Вы, наверное, знаете, что заикающие дети, когда начинают петь, у них заикание полностью происходит, нет никакого заикания. Даже иногда рекомендуют разговаривать, как бы пропевая слова, как я сейчас показываю. Вот если они приходят в такой режим речи, у них заикание нивелируется, исчезает на время. Не исцеляется, но исчезает. Постепенно таким образом можно уже мозг приучить к этому. Почему? Потому что при речи используется одна часть головного мозга, одни активируются, одни нейроны, при пении другие. И когда заикающийся ребенок начинает пропевать мелодию, включается другая часть. И вот совместное их использование исцеляющим образом действует. И, конечно же, использовали в санаториях для того, чтобы улучшать состояние пациента. Какие есть виды музыкотерапии? Есть клиническая музыкотерапия, которая направлена на лечение серьезных болезней. Причем, и тут не просто проигрывание, сейчас мы будем говорить о различных видах, есть еще инструментальная музыкотерапия. Это, например, томатис музыкотерапия или БОС биостимуляция. Скажите, вот вы кто-нибудь слышал про томатис терапию? Суть терапии очень интересна. Я в двух фразах расскажу. Почему? Потому что тут записывается иногда голос матери и считается, что основные нарушения у ребенка получаются, связанные с сенсорикой, именно во внутриутробном периоде и дальнейшем развитии. Так вот, записывают голос матери, его перемешивают, меняют по-другому. Для чего? Для того, чтобы ребенок уже в наушниках слушал так, как это слушал в утробе матери. Потому что, мало ли, мама переживала какие-то стрессовые или стрессовые ситуации, и эти ситуации оставили отпечаток. Теперь, когда мама спокойным голосом говорит о чем-то или читает сказку знакомую, то ребенок, слушая эти звуки, а эти звуки вообще не похожи на слова, это, скорее всего, пощелкивание. Вот такие звуки очень хорошо помогают исцелиться. Вот как раз Светлана Турчинская говорит, что дети с аутическим спектром лечат с помощью томатист-терапии. Получается, что звуки, даже те, которые мы не осознаем, речь, например, осознаваемые звуки, а вот есть звуки, которые даже и не похожи на музыку, но они исцеляют. Это инструментальная музыка, конечно. Есть биоактивная музыка, где используется биологически активная обратная связь. Тогда считывается энергия электромагнитной частоты у ребенка, и ему же возвращаются в записи, настроенные таким образом, чтобы его исцеляли. Это долгий такой период. Это аппаратное лечение. А сейчас мы будем говорить о простых, которые обычно учителя могут использовать. То есть для чего я сказала об этом, чтобы вы понимали, насколько звук сильно влияет на развитие ребенка. Есть рецептивная музыкотерапия, где исследуют, в основном, это восприятие музыки, когда дети слушают. Креативная музыкотерапия – это самовыражение, это сочинение, игра на музыкальных инструментах, танцевальная, изобразительная деятельность под влиянием музыки и вокалотерапия. Ну, подробнее мы сейчас поговорим. Пару слов о сенсорном развитии. Что такое сенсорика? Это умение воспринимать информацию. Любое обучение начинается с того, что мы как-то контактируем с миром. И у нас есть входящая информация, потом она перерабатывается в нас и исходит. Так, без входящей информации мы не можем дать адекватный ответ миру. А входящая информация – это через что приходит? Через зрительный анализатор, через зрение, через слух, вестибулярный аппарат, обоняние, через вкусовые анализаторы, тактильные, двигательные. И с помощью всего этого мы получаем информацию в себя. Ребенок начинает получать, обрабатывать эту информацию. Внутри происходит обработка. И на выходе адекватный ответ взаимодействия с окружающей средой. Именно вот на этапе восприятия, когда эти окна восприятия закрыты или работают с помехами, возникают основные сенсорные нарушения. Когда ребенок плохо слышит или не слышит полностью, слышит какие-то определенные частоты, а другие частоты для его слуха не восприимчивы. Слуховой, зрительный анализатор, когда плохо, если у ребенка нарушено пространственное мышление или какие-то другие детали, он неадекватно воспринимает информацию. Например, ребенку учишь букву «Р» писать палочку, потом кружок, а он пишет наоборот. Кружок, потом палочку. Почему вот этот зрительный анализатор вносит помехи? Мы сегодня, конечно, больше будем говорить о слуховом, потому что у нас все-таки связано с этим. Но наш мозг не имеет таких ярных границ, как у нас между странами. Там все взаимосвязано, и когда работает одна часть мозга, она активно взаимодействует и с другими. При появлении слабо развитой сенсорики какие нарушения появляются? Нарушение речи, проблема с мелкой моторикой, не только с мелкой, но и крупной. Иногда дети не могут ходить. Нормально они ходят на цыпочках. Казалось бы, как это связано с сенсорикой, но это все взаимосвязано. Навыки письма сложно формируются. Вообще освоение каких-то навыков. Страдает коммуникация, девиантное поведение появляется и низкая самооценка. И сейчас очень много появилось детей с нарушениями аутического спектра. А это с чем связано? Как раз слабое восприятие эмоций, эмоций, сенсорных чувств. Для некоторых детей информация оказывается настолько сильно напряженной, которую мы и даем, которая в мир идет, что они не могут работать. Для них надо информацию разделить по очереди. Передавать сначала один информационный канал, потом через другой. То есть или зрительный образ, или речевой, или тактильный. Если включаются, скажем, вы говорите с ребенком, и еще его трогаете, поглаживаете, у него мозг может отключиться. если у него есть нарушения именно в сенсорной сфере. В таком случае мы даем некое голодание и информацию даем порционально. И этапы развития сенсорики какие? Во-первых, восприятие образа ребенок. Воспринимает, анализирует, а потом повторяет. Вначале повторяет, как дети учатся ходить. Они смотрят, что люди ходят, другие ходят. Их тело воспринимает, анализирует это движение и повторяет. То же самое ребенок в колыбели что делает? Как он гукает в этом букне? Он видит, что взрослый разговаривает, слышит. Он повторяет эти, пытается повторить эти самые движения, получаются первые звуки. И наша задача, во-первых, обеспечить в достаточной мере раздражительными восприятия. Например, музыка дает очень большой спектр звуковой информации. И двигательной тоже. Потому что, когда мы воспроизводим на каком-то инструменте звуки, мы делаем различные движения. Давать критерии для анализа полученной информации. И интеграция – это когда происходит воспроизведение в виде творческой деятельности. Даже обычная речь или повторение – это тоже некое творчество. Например, замечено, что у детей с аутизмом очень плохо работают зеркальные нейроны. Эти нейроны недавно, несколько десятков лет назад обнаружили ученые. Они находятся в лобной части. В чем их отличие? Когда они нормально развиты, человек смотрит и повторяет. Даже с закрытыми глазами он повторяет другого человека. Например, это используют пародисты. Как они пародируют других артистов? Они начинают петь, как другие. Просто включается это. А давай-ка я сделаю так же, как он. И начинают чувствовать другого человека. делать те же телесные движения. У них звуковой аппарат перестраивается по-другому, под другого человека, чтобы отзеркаливать его. Например, высокая эмпатия тоже связана с этим. Когда мы чувствуем другого человека. Как мы чувствуем? Мы иззеркалим его чувства и потом можем уже анализировать. У детей с расстройством аутического спектра как раз-таки сложности этих зеркальных нейронов. Что получается? У них слабая регуляция движения, оценка намерений. Нет слабой эмпатии, эмпатии, чувствование чувства. Они не понимают смысла слов. Потому что обычно ребенок как воспринимает? Когда вы говорите ребенку слово вот в колыбели, он видит образ. Ему передается образ. Он через зеркальные нейроны, вы говорите стол, он видит тот стол, который вы имеете в виду. Даже в красках, в объеме и так далее. А вот для детей, страдающих аутизмом, вот это нет. Или это слабо развито. И мозжечок тоже очень маленький. Задача наша помочь им в развитии этого всего. Это, конечно же, можно сделать, и особенно в детсадовском возрасте. Чем раньше ребенок начинает работать, тем быстрее включается. Здесь схема развития коры полушарий в постнатальной, то есть после рождения. Но если мы смотрим, основные сенсорные развития идут от зачатия до полутора лет ребенка. Сенсорные развития бесплатимулярного аппарата слуха, тактильных ощущений, обоняния. То есть в этот момент идет. А в возрасте уже дальше что идет? Развитие воображения, памяти. А что такое воображение? Это когда человек в голове своей оперирует уже воспринимаемыми информациями. Это рисунками, звуками. Он в голове их как-то крутит, и у него получается воображение. Вот как мы воображаем. И это грубые моторные движения. С 4,5 до 7 лет идет мозг, выстраивает целые картины. И именно часто вот в этом периоде обнаруживаются нарушения, когда движение, ритм, эмоции и как-то не стыкуются со всем остальным. И здесь мы будем как раз-таки работать с музыкотерапией. Очень сильно взаимосвязаны речь и сенсорное восприятие. Потому что если ребенок не воспринимает частоты, высокие частоты, то он может не воспринимать определенные звуки, он их не слышит. Вы показываете, это буква «Р», это звук «Р», а он его не слышит. Для него непонятно, что это такое. И музыка помогает развивать именно этот слов. В каких областях может быть полезна музыкотерапия? Речевое развитие, развитие мелкой и крупной моторики, активация мозжечка, гармоничное развитие двух полушарий, потому что уже взять простой процесс пения, включает логическое полушарие, которое отвечает за слова, и творческое полушарие, которое связано непосредственно с мелодией, с музыкой. Это снимает стрессовое, дисгармоничное состояние у детей. Какие материалы нам нужны для музыкотерапии? Вообще, все, что шумит, все, что гремит, все, что издает звук, может быть инструментом музыкотерапии. Вот даже обычная бумага, если мы берем ее и встрахиваем, она создает шум. И это тоже может стать инструментом в наших руках, чтобы мы его использовали. Конечно же, аудиоплееры, чтобы включать записи и музыкальный инструмент, на котором вы можете играть, умеете играть. Фортепиано хорошо, но в идеале, скажем, гитара или что-то, при котором вы можете двигаться. С фортепиано что можно сделать? Иногда некоторые мелодии мы заранее играем, записываем, а потом уже с ребятами действуем, двигаемся под определенную мелодию, которую сами же записали, подобрали для работы. Если смотреть по звучанию звукочастотным, почему мы выбираем инструменты? Некоторые инструменты имеют особое влияние на характеристики. Вот почему больше всего шумовых и ударных инструментов? Потому что они дают чувство устойчивости, уверенности в будущем, физически бодрят и придают человеку силу. Барабан звучит, да, и прекрасно. Поэтому вот шумовые разные инструменты, это ложечки, ложки, трещотки, маракасы, барабаны, палки, вот все, что может звучать хорошо. Очень интересно действует звучание металла. Треугольники металлические струнные инструменты прямо воздействуют на сердце, поэтому, например, скрипка, виолончель, они смычковые инструменты, красиво звучат. А дети, например, могут еще и поиграть на гитаре, кантеле, есть гусли. Они настолько красиво звучат, да, домрая, балалайка какая-нибудь, в которую вот ребенок подошел и тронул струну. Не обязательно, чтобы он играл на ней музыку, но когда он касается струн и издается вот это звучание, уже имеет оздоравливающее влияние. Вокальная музыка влияет вообще на весь организм, но больше всего на горном с вами разговариваем. Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы. Медные мгновенно пробуждают человека ото сна, делают бодрым, как труба зовет, да, почему утром играю, или вот горн трубу в лагерях или везде. Кларнет, например, считает, что улучшает кровеносные сосуды, работу. Флейта помогает бронхам и легким, труба эффективно при радикулитах и невритах. Я, например, обожаю гобой, когда слышу, во мне такое, как будто успокоение глубочайшее идет. Вы тоже можете, смотрите, как сделать. Сделайте простой эксперимент. Включите запись какого-нибудь инструмента и прислушайтесь к своему телу, потому что прежде, чем давать детям кому-то, вы можете сами сделать свое тело чувствительным через свои чувства и почувствуйте, какой части тела вашей этот инструмент отражается. И вы можете собрать сами для себя свою лечебную музыку, включая и прослушивая фортепиано, в каких случаях, вот звук, просто иногда простой звук, но не используйте, пожалуйста, это электронные инструменты. Цифровое может быть. Так, прости, коллега, вы кто по специальности? Я по специальности музыкант, вокалист, психолог и педагог, если вас интересует. И слушание своего организма очень полезно, потому что прежде, чем чувствовать детей, мы должны научиться чувствовать самих себя. А мы, кстати, часто об этом забываем. И знакомство на уроках. С чего мы начинаем? Ребенок пришел, мы даем ему инструменты. Мы можем начать с того, что вот выбери инструмент, который тебе нравится. Вот разложили различные эти шумовые инструменты в основном. И ребенок ходит, смотрит и выбирает себе, трогает, звучит. И выбирай те, которые тебе понравились или которые один самый понравился. И вот который понравился, на нем можно сыграть. Приветствия. Вот как ты скажешь? Здравствуй. Ну, кто-то возьмет так осторожненько. Здравствуй. Вот если он не уверен. Да. А если ты увидишь мишку, как с мишкой поздороваешься? Игрушечный мишк. Можно тут поставить даже игрушки, чтобы с игрушками ребенок немножко расслабляется. Здравствуй. А с львенком, с мышкой. И начинает включаться. И звучание инструмента, даже если взять простые ложки и стучать по ложке, то совершенно другое звучание пойдет. Ребенок включается в эту игру. Можно, а дальше мы играем настроение. И что можно сделать? Можно на инструменте озвучить радость. А когда ты радостный, вот представь, что вот радостная ложка, радостный там треугольник, он взял медный треугольник и хлопнул. А когда ему грустно, начинает тихо ударить, печально. Ребенок координирует движение своего тела. То есть вначале он слышит звук, а не соответствует. Он пробует несколько раз, пока добивается. И смотрите, он идет за звуком. А что получается? А работает крупная мелкая моторика. Он регулирует движение руки, калибрует. И вот уже идет сенсорное развитие, и идет обратная связь. Он воспринимает звук, и звук дает импульс уже через нервные окончания к руке. И рука меняет свое действие, по-другому действию. Дальше можно сыграть любимое занятие, сыграть на инструменте свои отношения с мамой. Как вы играете с мамой, как вы играете с папой, друзьями. С одной стороны, это такая хорошая игра с членами семьи. С другой стороны, здесь проявляется какая-то диагностика идет, где, в какой сфере, в общении с кем у ребенка может возникнуть конфликт. Причем, давайте скажем, что этот конфликт или напряжение, оно не постоянное. В зависимости от того, какую ситуацию с этой личностью ребенок вспомнил на данный момент. Вот давайте не будем категоричными, это очень-очень важно. Вот сегодня мама торопила ребенка быстрее одеваться, потому что опаздывали к вам на занятии. Ребенок пока еще вот вспомнил это, сердито показал, и мы решаем, ой, у ребенка конфликт с мамой. Мама, наверное, плохая, плохо заботится о ребенке. Да нет, не такого. Если это регулярно повторяется, тогда другое дело. Да, или в садике. И начинаем с этого уже, может быть, это началом разговора. Если ребенок разговаривает, то можем и разговаривать. Может, если не разговаривать, то мы развиваем уже ситуацию. Вот это знакомство первое может стать разминкой для каждого занятия. Вот пришли на занятие, мы выбрали на сегодня какой инструмент. Нам нравится, какой мы хотим. Вот ребенка поменялось настроение, он возьмет другой инструмент. А может, несколько занятий брать только один. Сыграть свое настроение. Если ребенок регулярно берет, скажем, 7-8 занятий один тот же инструмент и не подходит к другим, можем сказать, а знаешь, другие инструменты тоже скучают, они тоже хотели бы сыграть с тобой. А кого бы ты выберешь, чтобы им грустно не было. И как бы мы включаем его, чтобы он коснулся к другим инструментам, включился к новым. Но если он не хочет, мы не заставляем. Особенно, если ребенок аутист, то, что он взял один инструмент, уже хорошо, потому что для них очень важно стабильность и предсказуемость. Следующая игра – это имитация звукоподражания голоса. То есть мы разминаем голосовой аборат, готовим его к речи. Имитация голосов животных. Ква-ква, мяу, гав-га, вот все это. В песнях, без песни. Потом мы можем подражать маму. Мама говорит, каким голосом? А папа мужским. Вот крайние эти градации детям легче даются. Они начинают звука подражать. Если это животные, то это папа, так, ну, гав-гав, это папа, собака, да? А мама какая? Гав-гав, детеныш вот такой, заботливый, даже вот с таким, мы видим не прямой звук, а немножко спортаменты со скольжением. И дальше детеныш, гав-гав, щенок, да? Вот вопрос. А если группа 25 человек на занятии, это можно как-то применять? Конечно. Вот если дети пришли, вот предыдущий слайд, когда мы говорили о музыкальных инструментах, мы можем сказать, а давайте возьмите каждый по одному инструменту. Вот кому что попалось, вот и берем. А теперь по очереди в кругу. Давайте сразу все вместе позвучим, им нравится, они торопятся, они могут не удержаться. А давайте послушаем, как звучит инструмент у Миши, у Маши по кругу. И вот по кругу дети начинают вот это говорить, показывать. А теперь вместе скажем «Здравствуйте!» Вот они вместе активно действуют. Да, здесь не будет диагностики, но то, что ребята будут вот калибровать свои движения для высказывания определенных эмоций, то это запросто можно сделать. Вот имитация голосов животных. Тоже можно, например, выйти попарно и разговаривать друг с другом, но не словами, а звукоподражанием. Дальше. Эмоционально, палитра на языке животных. Ну, скажите, у ребенка, у которого есть дома кошка и собака, она, это ребенка, и промяукает, и прогавкает все эмоции кошки и собаки. Вот как встречается собачка своего хозяина довольно. Ву-ву-ву! И они начнут вот так вытягивать шейку вперед, и язычок, и всем телом. И тело начнет двигаться. И они будут показывать вот эти эмоции. те эмоции, которые в обычной жизни дети не показывают, они легко может транслировать, имитируя других, например, животных, а потом уже распознавать градации этих эмоций у себя. А если сердится собака, та же самая собачка не хочет не впустить в пути незнакомого человека в дом, как он охраняет дом своего хозяина? Он начинает вот так. Таким образом мы приучаем вот к таким, к палитре животных. А птичка, которая летает, как она чирикает, спокойно, свободно себе летает, да. А теперь, а как она при этом взмахивает крылышками? И дети могут хором все просто двигаться спокойно, пробегая медленно или быстро, каждый в своем темпе, размахивая ручками и копируя звуки птиц. То есть получается, что мы активизировали и двигательную систему, и звуковую систему. Для сенсорного развития очень полезно вообще для развития ребенка, развития вестибулярного аппарата. Это что такое? Устойчивости. Можно без каких-то вещей, например, попрыгать на одной ноге, как цапля, а потом вытянуть шейку, поставить какую-нибудь музыку такую, которая имитирует лес, даже можно видео поставить, где цапля ходит и стоит на одной ноге включить какую-то музыку, и ребенок стоит, дети стоят на одной ножке, потом переминаются на другое, потом поменяли. Игра «Волнуется море раз», «Волнуется море два», «Три» тоже прекрасный вариант для развития вестибулярного аппарата. Почему? Потому что ребенок остановился в какой-то несуразной позе, его надо удержать эту позу. Если он 4-5 секунд удержится в этой несуразной позе, то это шикарно. Это прекрасно, как раз хороший инструмент для развития сенсорного. Имитация звукоподражания музыкальным инструментом, имитация голосов животных, то же самое мы можем уже на инструменте имитировать. А на каком инструменте? Например, взяли фортепиано. Дети у меня обожают, например, а где живут у нас медведи? Это где-то низкие тона. А как звучат у нас зайчики? Уже конец первой октавы, птички, мышки, вторая октава, третья октава, где-то пониже звучат там волки, это малая октава и начало первой октавы, леса. и вот все вот это таким образом звучит. Получается очень что они и прислушиваются, и чувствуются, и начинают вслушиваться, как раз я говорила. Есть некоторые, бывает, что дети не слышат определенные звуковые частоты. А делая это упражнение, мы даем им опыт прислушивания к этим частотам. У них прочищаются как бы каналы, голосовые, звуковые каналы, и они начинают воспринимать. Например, если ребенка аутист не понимает слова, его имя просто пропевают, да, Ваня, я ему зову Ваня, Ваня он не слышит. Ваня, он обратил внимание. Непонятно каким образом, но когда детям дают какие-то инструкции именно в музыке, в песнях, они легче это все делают. Рисование ногами очень озорное такое упражнение. Что нужно взять? Взять газету, на пол наложить, включить ресурсную музыку, и ребенок желательно с босыми ногами, чтобы он пальчиками мог ухватывать. Он эту газету мнет. Он мнет вот эту газету и пританцовывает. А спустя какое-то время вы замечаете, что у него руки тоже начинают, пальцы начинают работать. и пока ножками, ножками, ножками. В следующий раз можно пробовать ткани, причем ткани разной фактуры, скажем, можно бархат, а потом в другой раз лен, холопок, или мешковину какую-нибудь, иногда целлофан, даже фольгу можно сделать, то есть мы меняем ощущение, сенсорика включается, а когда у нас конечности работают, то это идет к развитию. Вот опять же насчет аутистов, у них бывают часто сложности именно с координацией конечностей рук и ног. При этом серединная часть очень активная работает мозга, то есть они напрягаются, когда прослушивают какие-то информации, какие-то действия, а вот конечности очень неплохо работают. Я веду индивидуальную работу, да, и музыкотерапевтическую работу, недавно включил, уже несколько месяцев занимаюсь этим, Марина Рудик, и задача ножками и пальцами вот замять все это, озорная такая игрушка, им очень нравится. Сочетание сказкотерапии, музыкотерапии. Здесь как мы можем делать? Мы читаем сказку, а потом берем какие-то моменты и повторяющиеся часто там есть, пропеваем, мы можем проиграть, подвигаться, например, мы рассказали и речка течет, а ребята давайте покажем как речка течет, и они все, если это группа, взялись друг за дружку и сыграли и пошли ленточкой с змейкой, речка течет, речка течет, ведущий идет вперед, а дети за ним. И если в это время еще и какая-то музыка звучит с журчанием, и сама музыка и фоном журчания реки, то дети включаются, вот так шурчит река, какая она веселая, хорошо, и дальше смотрим. Наблюдение, как меняется мелодия, когда герой переходит от одного состояния в другое, можно взять прямо на инструменте и шумовом инструменте, на маракасе, например, играть. Вот так, хороший вопрос, а что значит по-вашему ресурсная музыка? Во-первых, в основном это музыка в мажоре, которые имеют положительный настрой, с другой стороны, это которые, при слушании которым вы не впадаете в уныние, а вам хочется встать и что-то сделать. Вот если музыка активирует, дает силу и энергию, это ресурсная музыка. Ритмическая разминка богатыря. Кстати, очень интересные, хорошие упражнения. Так, я вижу вопрос. Вот вопрос. Пожалуйста, поделитесь своим мнением по поводу занятий в группах около 25 человек. Смотрите, группа 25 человек это все-таки очень много. Вот 15 человек это более, вот 10-15 это лучше, чем 25. Но если у вас попали группы, тогда вы можете вот именно использовать те упражнения, которые я говорю. Кстати, ритмическая разминка богатыря как раз очень подходит для таких больших групп. Если у вас 15, 20, 25 человек. Смотрите, здесь нет конкретной музыки, не описано, но есть рекомендации. Ваша задача подобрать мелодию. Всего в этом упражнении смотрим 10 действий. Значит, нам нужно 10 отрывок, причем некоторые повторяются. И поскольку упражнение длится где-то 7-8 минут, смотрите, каждый отрывок может длиться где-то 20-30 секунд. Итак, сегодня мы богатырей, ходьба под марш. Здесь можно чуть побольше идти, потому что вначале дети неровно идут, потом выстраивается уже наблюдается ритмичность. 30-40 секунд. Дальше. Легким шагом побежали, скорость всем мы показали. И дети бегом пошли, вы даете, уже музыка ускорилась. А теперь пошли, опять пошли. Возвращается марш первичный, который был. На носочках входим в лес, а тут уже можно какая-то музыка. Тихонечко дети, главное, на носочках, на цыпочках ходят. У них очень хорошо эти упражнения сделать в носочках, не в обуви жесткой, когда на носочках ходить сложно, а если мы развиваем сенсорику, то это именно носки. В идеале босиком, но в гигиенических целях мы все-таки носочки одеваем, они на цыпочках ходят. Осторожно, не шумите, птиц зверей вы не спугните. И в это время мы замечаем, как меняется осанка детей, они вот так осторожно, как мы осторожно ходим. То есть все тело включается в игру. Змея ползет лесной тропой, как лента по земле скользит. Ее движение такое сейчас мы можем повторить. И взяли ходьба змеекой, как я рассказала, взяли друг за дружку за поясочек или руки положили на плечики и пошли. А когда ведущий идет неровно, смотрите, что делает. Ребенок подстраиваться под впереди идущего. Он не столько видит, сколько ощущает руками. И пошли. А теперь надеваем богатырские сапоги. Можно имитировать действие, даже не действие. Теперь пошли славные богатыри широким шагом размахивая руки. Дальше покажем силу богатырскую. Взяли и вот несколько раз, 4-6 раз повторяем это движение. Плечи показываем. Ноги крепкие расставим и ладони к глазам поставим, поворачиваясь влево, поворачиваясь оглядимся величаво вправо, а потом поворачиваясь влево, оглядимся величаво то вправо, то влево. И таким образом дети учатся и право, и левая сторона, причем механически, и все тело двигается. Вот сюда смотрим, сюда смотрим. Лес густой нам по пути, не проехать, не пройти. Мы деревья сейчас срубим, и дорога легче будет. Вот здесь уже берут они как бы топора и рубят, и всем телом, когда вот эти вот на выдохе вдох подняли, выдох срубили, да, наклоны к уловище несколько раз. Все присядет раз, два, три, все присядет раз, два, три, славные богатыри. Уже руки на поясе, несколько вот сделали дело, как бы гуляясь, смея, да, немножко дыхать, приседают. При приседании, как обычно, руки на поясе, присели, руки вперед и обратно. Змей Горынич пролетел, лес дрожит, земля дрожит, и дети прыгают, прыгают вверх, а прыжки вверх, это как раз поднимает эмоциональное состояние, снова мы богатыри, и пошли обычным шагом. вот таким образом вот это упражнение. Давайте посмотрим вообще. Напишите по-вашему какие положительные результаты вот от этого упражнения. Вот мне интересно, что вы заметили, и я дальше доскажу. Вот это упражнение очень хорошо подходит для большой группы. С одной стороны, как я сказала, мы включили несколько сенсорных чувств, причем всю эту речь со стихами вы можете тоже записать. Эмоциональный подъем, естественно, готовность действовать, никакой плаксивости, а уверенность в том, что я могу, я сделаю. Да, Людмила Нестерович, вот это самое важное, что дает. Но при этом еще и у нас работает образное мышление, подражание, эмоции, движение, речь. Да, вот все, что вы пишете, вот это верно. То есть такого плана упражнений вы можете найти огромное количество. Или есть там хорошее стихотворение, вы можете сотворить свое, просто берете, подбираете к ним определенные движения, включаете музыкальный фон, можете с детьми повторять, а можете записать, и как бы запись идет, вы и говорите, и дети начинают говорить со временем, после там шести, семи, через неделю дети с вами начнут эти слова говорить, ест густой нам по пути не проехать, не пройти, они сами и слова говорят, и начинают петь, то есть это получается автоматически, без особого напряжения. такое же упражнение прятки, оно используется для детей двух-трех лет, где же, где же наши ручки, вот нотный материал есть, в интернете, в ютубе тоже есть, где же наши ручки, там мультяшные, мне то не нравится, мелодия другая, и что не нравится, во-первых, инструменты искусственные, они очень слышны, есть другие варианты, где красиво поют, и можно вот эту песню включить, и дети, где же, где же наши ручки, прячут ручки за спину, покажите ручки, и ворочают уже кистями, где же, где же наши ножки, прячут ножки под стулья, топают ножками, когда уже показывают, где же, где же наши детки, а детки как прячутся, они закрыли глаза, им кажется, что их никто не видит, да, мы пока пользуемся этим моментом, закрывая друг руками, вот, вот наши детки, вот наши детки, пляшут, пляшут наши детки, встают и танцуют, вот это для младшего возраста, во-первых, идет понимание руки, движения, упражнения, ну, вообще музыка, терапия, музыка, что делает, помогает детям активно двигаться, многократно повторять какие-то вещи, не уставая при этом, потому что это не механистическое повторение, а творческое, когда творческое, это совершенно другое, помню, я когда училась в музыкальной школе, мне учительница говорила, 10 раз сыграя на скрипке вот этот пассаж, я приходила домой, какой 10 раз, два раза сыграла, ну и правильно, чисто получается, зачем мне 10 раз, и я училась очень плохо, скорее всего, а уже позже у меня поменялся учитель, и он сказал, а представь, что здесь реверанс, и для того, чтобы добиться нужного ощущения эмоционального вот этого звучания, я повторяла эти пассажи не 10, а 100 и 200 раз пока не получу вот то звучание, какое хочу, когда мы включаем творческий потенциал, вот это то же самое подражание, да, есть некий эталон, к чему мы стремимся, то это уже не механистическое повторение, и оно намного больше мотивирует, и результат тоже хороший, вот песенка простая, русская, народная песня, ну, обработанная, тень-тень потетень, тень-тень потетень, выше города плетень, да, сели звери потеле, плетень, похвалялись весь день, что мы делаем, тень-тень потетень, выше города плетень, и мы показываем руками, тянемся выше города, сели звери под плетень, сели, как? Присели, похвалялась лиса, всему, вот руки прямо по бокам, и давай так ходить, похвалялась краса, похвалялась зайка, пойди, догоняй-ка, и бег на месте, здесь бег на месте, похвалялись ежи, у нас шубки хорошо, погладили себе, то есть получился массаж, можно вот так погладить, похвалялись блохи, и у нас неплохи, вот у блох тоже там плечики теперь, похвалялся медведь, голос, понимать, да, я могу песни петь, и похвалялась оказать, а вот здесь уже воспитатель всем вам выколю глаза, и начинает бегать за детками, детки все убегают, вот такая игра, конечно, из деток появится кто-нибудь, кто тоже захочется, захочет быть вот этой козой, ну, это скорее всего ребенок с лидерским потенциалом внутренним, который хочет быть лидером, он тоже может вот так сделать. Когда мы работаем с детьми аутистами, на что нужно обратить внимание, друзья мои, во-первых, песни созвучиванием, мы поем песни созвучиванием слогов, это как вокализы, где тень, 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 да, поте, тень, то есть слоги повторяются, вот такого плана это имеется в виду, очень помогает песня инструкции от первого лица, каждое движение ребенка, ну, например, для того, чтобы встать и одеться, я иду, одеваюсь, и по песенку пишется для него специальная песенка, инструкция, как он одевается, носочки, один носочек, второй носочек, маечка, сверху все, то есть поэтапно, и это повторяется, и говорится от первого лица, я делаю, если обычные дети говорят о себе в третьем лице, Маша хочет, Маша не хочет, то в данном случае с этим ребенком надо с аутистом от первого лица говорить, и можно какую-нибудь простую мелодию, одень носочки, Дима, или Дима одевает носки, раз носок, два носок, вот такая мелодия, и мама тоже пропевает, вначале мы учим, если это, ну, работа с такими детьми, она более индивидуальная, вы можете вот такую песню пропеть уже, чтобы мама, одевая ребенка, повторяла эту песню, ребенок начнет не сразу повторять и понимать, что вот это одевание носков, если несколько раз мама сопровождает действие песни, это запоминается лучше, дальше, движение в ритм с мелодией, это ходьба, вот в богатырях мы видели, да, мелодия меняется, и движение меняется, ритм меняется, мы можем ходить с пунктирным ритмом, попрыгивая с ноги на ножку, да, трам-папам-папам-папам-папам-папам-пам, и раз-два-три-четыре, вот это уже другой марширующий шаг, движение с озвучиванием инструментов, когда вот он ходит и может под мелодией еще и с собой маракас, может тамбурин, какой-то инструмент шумовой, двигается и озвучивает, он идет за звуком, не для того, чтобы звук соответствовал мелодии, которая идет в записи, или вы играете, он координирует свои движения соотношения своих движений, здесь тоже помогает. Кстати, какую литературу я бы вам порекомендовала, Елена Татарина «Человек звучащий», вот такая книга, здесь очень много упражнений, вот автор книги, очень много полезных упражнений, которые можно прямо взять, здесь меньше теории, и вот больше практики. Книга Валентина Петрушина, вот, музыкальная терапия, новые рубежи, терапия, коучингу, интегральный подход, здесь очень много теории, научного обоснования, есть музыкальный материал, видеонод с песнями для различных случаев, как раз таки эти песни инструкции, о которых я говорила. кстати, Валентин Петрушин проводит еще и обучающие курсы. Музыка мгновений, опыт практикующего музыканта, это Стангрид Сергей Яковлевич, и он как раз таки здесь есть много информации про аутистов. Друзья мои, почему я сегодня так много касаюсь аутистов, потому что у нас тема сенсорное развитие, а сенсорное развитие как раз таки нарушено у детей аутистов. Вот такая книга. Она зеркально отображается у вас? Скорее всего, да. Елена Татарина. Человек, звучащий практикум по музыкальной терапии. Ну что ж, какие произведения? Вот здесь список произведений, которые можно, например, давать, прослушивать и детям, и взрослым при определенных случаях. Для того человек тревожный, мы можем включить эту мелодию и в этот так а музыка мгновений Стангрид, Стангрид, Сергей Яковлевич. У него есть как раз практика по работе с инструментом кантели. Это музыкальный инструмент. Так, программа ладушки каплуновые. Все отлично. Вот уже нам тоже коллеги зарекомендовали какую-то литературу для этого. Смотрите, если вот эти произведения, которые даются, мы говорили, что есть музыка активная, музыкотерапия, и есть, которые мы слушаем. Можно включить музыку и дать детям нарисовать. Они сидят рисуют, занимаются своим делом, и фоном идет музыка. Это фоновая музыка тоже имеет очень положительное и хорошее влияние. поэтому берем и тоже можем использовать для взрослых это симптомы гипертонии и так далее. Вы посмотрите уже подробнее. Музыкальное произведение, которое отображает сходное эмоциональное состояние. Вот, например, медленное спокойствие, печаль. Зачем нужна печаль? Когда у человека плохое настроение, вы начинаете ему весело рассказывать что-то, да он не может вас слушать. Нужно вначале к нему сон настроиться, а потом уже менять состояние. И вот здесь можно подбирать, просто быстро взяли если человеку печально, берем печальную музыку, после включаем, идет постепенно спокойное и дальше уже радость. Если он гневный, то мы гневятся, мы берем что-то такое гневное, которое передает эту эмоцию и идем дальше. Вообще классическая музыка по себе и явно гневная просто нет. Вот взять пятую симфонию Бетховена, как она звучит? та-та-та-та, па-па-па-па. А вы прослушайте эту мелодию дальше через 20 секунд. Вы увидите, что вы увидите? Ну, после грозы небо открывается, воздух чистый, зону. Вот то же самое. Идет какие-то гневные аккорды, а потом все расправляется, расплавляется, очищается. Вот сила классической музыки именно в этом, что она всегда действует как исцеление, ну, исцеляет. Поэтому, если у нас есть работа с деструктивными эмоциями, мы идем по следующей схеме. Сонастраиваемся, то есть показываем эмоции, которые на данный момент ребенок ощущает, нейтрализуем, идет нечто противоположное, а потом активация. Что такое активация? Когда человеку плохо, он делает определенные действия. Он спит, ленится, рыдает, а мы хотим, чтобы он делал другое действие. То есть мы меняем его настроение поэтапно, а потом активируем ту музыку, которая дает ему желаемое поведение. Вот тут можно включить, например, вот эти песни инструкции, которые есть. Есть все-таки противопоказания в каких-то случаях детям, которые предрасположены к судорогам. Если человек, ребенок болеет, который сопровождается интоксикацией, когда вы болеете гриппом, вы лежите и вам ничего не хочется ни слышать, ни видеть. То есть сенсорика закрывается, дайте мне полежать. Вот в этом состоянии заниматься музыкотерапией просят противопоказанным. Больным отитам, у которых уши болеют, детям, у которых нарастает внутричерепное давление. То есть если мы видим это симптоматическое состояние, некое состояние, которое спустя какое-то время проходит, вы спокойно можете приступить к работе. Но если вот такое состояние, лучше все-таки поберегите. Вот, друзья мои, коллеги, благодарю вас за внимание, надеюсь, было интересно. Интересно. Что за песни инструкции? Ой, это ну, мы ходим, когда мы песни поем, в которых, например, дети идут, когда иду я в школу, я что делаю? Я одеваюсь, когда иду я в садик, я одеваюсь, начинает одеваться и делать какие-то вещи. Есть песни и аффирмации. Вот, кстати, вот в этом сборнике музыкотерапии, если мы можем, есть аффирмации для повышения самооценки, укрепления границ личности, для успокоения нервов, для каких-то целей. Мы берем эти цели и используем. Благодарю вас за комментарии, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Ну, что ж, на этом я завершаю. Сейчас Татьяна Телегина вам расскажет подробнейшие истории и инструкции в дальнейшем, как приобрести сертификат участника. Ну, что ж, до свидания, коллеги. До новых встреч. паээсээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ